Дмитрий Азаров сделал заявление о завершении работы в должности губернатора Самарской области. Дорогие земляки, для меня всегда было большим счастьем трудиться на благо родной земли, прилагая все силы для того, чтобы она становилась краше и сильнее. В 2017 году наш национальный лидер Владимир Владимирович Путин доверил мне руководство Самарской области. За это время вместе с вами нам удалось сделать многое. Построены сотни социальных объектов, детские сады, школы, больницы, дома культуры, стадионы и физкультурно-оздоровительные комплексы. А еще скверы, парки, набережные в каждом городе на Волге. Активно занимались мы развитием транспортной, инженерной инфраструктуры. Сегодня и самый главный объект – Волжский мост с трассой и обход Тольятти уже готов к открытию движения. Объединившись, мы преодолели вызовы пандемии и экономических санкций. Наша экономика, промышленность стали сильнее. Десятки тысяч новых рабочих мест укрепили благосостояние жителей региона. С первых дней СВО мы сплотились, чтобы помогать нашим героям-защитникам и их семьям. Стали вновь работать под лозунгом «Все для фронта, все для победы». Все, что нам удалось, было бы невозможно без поддержки президента. Благодарю Владимира Владимировича Путина за оказанное мне доверие, за внимание к региону, даже в реализации самых смелых проектов. Завершен большой этап работы. Основные цели, которые мы определили вместе с вами шесть лет назад, достигнуты. Я принял решение о завершении своей работы в должности губернатора. Благодарю каждого жителя, всех своих земляков, кто трудился и трудится, защищал и защищает нашу Самарскую землю и нашу прекрасную Родину, приближая победу. Спасибо вам, дорогие земляки, за все, что мы сделали вместе. Обещаю, продолжу и впредь делать все для развития и процветания нашей родной земли. Обустройство театра для детей и молодежи мастерская в Самаре завершат в этом году. Для этого реконструируют здание бывшего кинотеатра «Россия». Там будет два зрительных зала, вестибюль с высовочным пространством. Сейчас выполняют устройство входных групп и спусков в подвал, монтируют систему вентиляции и отопления, продолжают отделку помещений. Поселок Зубчининовка в Самаре отметил свое 114-летие. По этому случаю прошел концерт. Выступили учащиеся музыкальных школ города. В Самаре во Дворце спорта имени Высоцкого стартовал второй открытый турнир по хоккею «Парни из стали» среди ветеранов и участников боевых действий и локальных конфликтов. Участвует команда из Самары, Санкт-Петербурга, Москвы, Омска, Челябинска, Уфы. Решающие игры пройдут 1 июня. В Самаре прошла первая игра четвертьфинала Центральной лиги КВН «Самара». Выступили шесть команд из разных городов. Среди них «Ничё такие» из Самары, «Великом быть» из Санкт-Петербурга, «Дон-Дерикон» из «Шахт». Прокуратура Самарской области начала проверку по факту происшествия с тремя подростками, которые получили удар током в результате контакта удочки с проводами ЛЭП. Это случилось вечером 29 мая в Чапаевске. Пострадали двое подростков. Их состояние оценивается как крайне тяжелое. В оздоровительных лагерях России этим летом отдохнут более 5 миллионов детей. В их числе дети участников СВО и те, кто проживает в новых регионах. Их готовы принять почти 40 тысяч организаций по всей стране. На модернизацию инфраструктуры в этом году выделили из бюджета более 3 миллиардов рублей. Кик-шеринговые сервисы увеличили штрафы за нарушение правил поездок. Суммы будут списывать с банковской карты. Самый крупный штраф – 150 тысяч рублей за управление самокатом в нетрезвом виде и причинение вреда здоровью или имуществу других людей. Минимальный штраф – 500 рублей за некорректную парковку. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok